Насыщенный политическими событиями 2011 и начавшийся 2012 год стали серьезным испытанием для нашей страны. Прошедшие выборы сначала в Госдуму, а затем и президента страны налагали большую ответственность в первую очередь на партию власти. Перед собравшимися единороссами города Черкеска вне повестки конференции выступил депутат Государственной Думы Российской Федерации от Карачаева Черкесии Ахмат Аркенов. Я благодарю вас за то, что все эти испытания мы провели достойно. Не только в рамках нашей страны, но и даже среди тех субъектов, которые обычно выделяются по числу голосующих за единую Россию. И в этом, наверное, наша с вами заслуга и особенно заслуга тех, кто на местах работает. У нас есть все основания для того, чтобы то великое доверие, которое нам оказано, показать ее реальными делами. Мы всегда говорим, что мы партия реальных дел, но сегодня, по-моему, гораздо больше стоит задача, когда мы должны показать, что мы люди, которые реально могут работать. Далее, согласно повестке дня конференции, перед присутствующими выступил руководитель городского отделения партии «Единая Россия» Александр Планкин. В его докладе практически не было цифр и сравнительных показателей. Результаты проделанной работы и так видны невооруженным глазом. В основном речь шла о проблемах и задачах, которые необходимо решать в ближайшем будущем. Среди них предстоящие в октябре выборы депутатов в Думу муниципального образования города Черкеска, организация народных дружин для обеспечения правопорядка, использование всех возможностей имеющегося кадрового резерва партии. К сожалению, зачастую, когда проводится кадровая политика, какие-то замещения ваканских должностей, то этот список не заглядывает. А как бы параллельно список сам по себе, назначение идет само по себе. Я считаю, это неправильно. Почему? По одной простой причине. Кадр решает все. И от того, кто где стоит, на каком участке, это очень многое зависит. Это, конечно, принижает роль самого понятия кадрового резерва. И вообще ставит под вопрос многих молодых людей участия в этом кадровом резерве. Они говорят, ну а зачем мне в этом кадровом резерве быть, если я просто там числюсь. Кадровые изменения, а также изменения в уставе партии, ожидаются на предстоящем 26 мая съезде единороссов. Как известно, недавно Владимир Путин, избранный на пост президента России, отказался от поста председателя партии «Единая Россия». Вместо себя на эту должность он предложил назначить Дмитрия Медведева. Дмитрий Анатольевич, тем более он вступил членом партии. Это нормально, я считаю. Быть в партии и не быть членом партии, я считаю, тоже это нонсенс. И то, что вот отдельные претерпят изменения и устав в плане организационного становления, идеологическое особенно, это здорово, и это нужно, и это требование времени, и мы должны это реализовать. С точки зрения идеологии, мы уже знаем, сегодня она сложилась, она центристская, консервативная, социальная направленность, и эти идеологические платформы, они в этом направлении будут работать и функционировать. Особенно сильная социальная политика нам сегодня необходима. В завершении собрания были избраны делегаты от городского отделения партии «Единая Россия» на республиканскую конференцию, которая состоится уже 19 мая. На ней, в свою очередь, будут избраны делегаты на Всероссийский съезд партии власти. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.